И сейчас возвращаемся в Украину на линию фронта, на самые горячие рубежи. Одним из таких является Авдеевское направление. И сейчас в нашем эфире я приветствую начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша. Здравствуйте, Виталий. Виталий, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, Авдеевка сегодня одно из пяти направлений, где российские оккупанты пытаются штурмовать наши позиции. На этом направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на эту минуту. Какая обстановка у вас, Виталий? Ситуация остается быть очень накаленной. Десятки обстрелов по городу, массированных таких в сутки. За прошедшие сутки по позициям порядка 250 было таких массированных обстрелов. Пять авиаракетных ударов по позициям, четыре по городу. И сегодня с утра уже авиаракетный удар по центральной части города был произведен. Ночь, ну в целом по городу более или менее спокойна была, но под утро в 6.40 был очень массированный такой артиллерийский обстрел. И старой части города, и центральной части. Ну, как бы-то, слава Богу, никто из гражданских не пострадал. Но очень-очень горячо ворогу не нравятся те, скажем так, успехи, которые на севере, на юге от города вооруженной силы Украины ну, несколькими днями ранее там имели эти успехи, им это не нравится. И они, ну, пытаются, они все-таки вернуть утраченные позиции ранее. Ну, и это выражается, понятное дело, в активностях, в штурмовых действиях, в компенсации нехватки этих штурмовых действий или неуспеха ими в обстрелах и по городу, и по позициям. Ну, очень горячо, честно говоря, особенно на севере от города очень горячо. Виталий, смотрите, вы говорите о массированном обстреле по городу, об интенсивности обстрелов. Но мы знаем, что российские оккупационные войска разрушили Авдеевку. Какой может быть, не знаю, тактический, стратегический смысл? Что это за тактика, ну, разрушать разрушенное имя же? Тактика выжженной земли. То есть это снести в ноль, как ту же Марьинку. Ну, все мы видели эти кадры Марьинки, где действительно практически, кроме фундамента, ничего нет. Ну, то же самое делают они с Авдеевкой. Действительно, не проходит ни одного дня, чтобы не работала авиация по городу. Казалось бы, в городе, вот конкретно в городе, нет военных. То есть их нет совсем. Какой смысл бить по, ну, вот уже разбитому, да, как правильно сказали, рушить разрушенное. Действительно, логики в этом, ну, вообще никакой у здравомыслящего человека нет. Ну, к сожалению, наши недососеди, ну, они это делают. Да. Вражеские телеграм-каналы пишут о том, что российские войска якобы прорвали оборону вооруженных сил Украины Северной, Северней Авдеевки и зашли в Ласточкино. Какая на самом деле там ситуация? Мы знаем, что противник часто прибегает к дезинформации, вбрасывает подобное, подобное сообщение в инфополе. По этому направлению наоборот. Определенный успех на прошлой неделе имели вооруженные силы Украины. Чуть-чуть их, ну, получилось отдавить. Ну, пусть на небольшие расстояния, там, порядка, там, 200 метров, но, тем не менее, немножко их отдавили. Ласточкино наши контролируется с броненными силами Украины. Ну, то есть, эта информация, она не подтверждается, и это откровенно и неправда. Вот, спасибо, что прояснили. А еще российские военные хвалятся обстрелами. Якобы их боевая машина поддержки танков «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям наших войск под Авдеевкой. При обстреле из автоматической пушки использовались осколочно-фугасные бронебойно-трассирующие снаряды. Якобы, вот, командир машины сообщает. Что это за атака? Есть какие-то подробности? Ходила, да, такая информация, что на нашем направлении, именно на Авдеевском, они применяли «Терминатор». Ну, вернее, даже не «Терминатор», «Терминатор-2», это уже модернизированная установка их, но она не подтверждается. Максимум, что у нас было, это, ну, периодически работает «Сенсипек». Это да, «Терминатора» на нашем направлении не было. Ясно. Под Харьковом, я знаю, не под Харьковом, очень много использовали их, но на нашем направлении их не было. Ну, и вроде был замеченный месяца полтора назад на «Терминатор-2», но у нас его не было. Ну, вот, сочиняет былины. Да, а вот следующая атака, о которой РосСМИ почему-то не пишут. 110-я отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как отразила очередной штурм российских захватчиков под Авдеевкой. На них шла колонна, да, стоит признать, довольно внушительная. 21 единица вражеской техники. В итоге оккупанты потеряли около 200 человек личного состава, потеряли очень много танков и бронемашин. Вот расскажите об этом сражении и вообще какая сейчас численность группировки врага собрана на вашем направлении и подтягиваются ли резервы? Ну, по поводу этого боя, да, это как раз то направление, где двумя неделями ранее немножко наши там имели успех. И им захотелось, ну, скорее всего, вернуть утраченные свои позиции. И они, ну, давно не было у нас именно таких активностей. В том наступлении они бросили в атаку 18 БМП и 8 танков и порядка 250 человек личного состава. Практически полтора-полтора суток этот бой был вообще без, скажем так, передыху. Потом уже зачищали, я не знаю, дня 4, наверное, это точно. Не только 110-я бригада, основной, конечно, упор взяла на себя и отражать эту атаку 110-я бригада. Но там тоже есть и приданные силы, которые тоже помогали освобождать. Потому что, ну, надо констатировать, что в этом бою определенный на первоначальном этапе успеха не имели. Потому что, ну, такая количественная армада двинулась вперед. Понятное дело, что сложно их было удержать сразу на старте. Ну, все, все отбили, все вернули назад. По поводу количества контингента, который на нашем направлении. Ну, порядка 50 тысяч, это такой резерв у них, они держат на донецком направлении. Они специально, потому что, ну, почему-то в телеграм-каналах они себе там разгоняли. Ну, давно эту историю, что основной удар именно контрнаступления будет именно на Донецк. Поэтому они держат в резервах и личный состав в таком количестве, и техники в большом количестве в районе Донецка, Макеевки. Ну, порядка 50 тысяч личного состава они его держат. И очень редко они его куда-то там перебрасывают. Или на Глидарское направление, или на Маринское, или на Бахмутское направление. В основном они держат их в резерве. А вот этот личный состав, это ж очень разразненные группировки. Ведь так? Это и те же зэки, и какие-то наемники, ЧВКшки какие-то новые. Шторм-З, да. Так называемый ветеран тоже появился у нас. Это тоже ЧВК. Понятно, 98-я парашютно-десантная дивизия, 10-й танковый полк. Понятно, армейский корпус ДНР, первый так называемый. Та же всем известная интернациональная бригада Пятнашка. Все это разразнено, да. Да, ну вот единственный момент, который мне, честно говоря, непонятен, и мы с ребятами тоже общаемся, откуда берутся ДНРовцы? Ну вот из рассказов последних пленных, которые брали на нашем направлении, взяли, ну, вроде жителя Макеевки, который с 2014 года воюет, и он еще живой, на нем нет никаких там ранений, ничего. Ну, странно. И информацию он очень странную давал. Такое ощущение, что они сейчас, вот эти все ДНРовские подразделения, наоборот, укомплектовывают россиянами, да, и тем самым показывая для, ну, знаете, для внутреннего потребления, что вот местные жители все-таки воюют за свою там какую-то недореспублику. Ну, просто их физически уже не может быть. С 2014 года их уже там, не знаю, по третьему кругу всех перебили, они появляются и появляются. Так, и действительно очень важно рассказывать о мужестве, героизме наших защитников. Я попрошу рассказать вас подробности еще одного боя. Наши пограничники рассказали о 10-часовом непрерывном бое под Авдеевкой, показали видео, вот сейчас мы видим эти кадры. На них шли вражеские танки, БМП, работала артиллерия, лезли ДРГ, даже, говорят, газ шел в ход. Однако наступление россиян провалилось, наши защитники нанесли оккупантам значительные потери. Конечно же, об этом бою коношенковские сводки тоже ничего не говорят. Расскажите, Виталий, если можно, еще какие-то подробности. Ну, действительно, имело место быть такое столкновение. Они, это не, скажем так, южнее Авдеевки, пытались направление Водинова, опытно, вот то направление, опять же, после того, когда определенный успех был у вооруженных сил Украины. Ну, понятно, им эти вещи не нравятся, они пытаются вернуть свое, плюс, ну, нужно же какие-то победы все-таки показывать, и они бросают, ну, они постоянно пытаются найти какую-то брешь в нашей обороне. То с севера, то с юга, то с промки, то не так давно они пытались пойти с шахты Бутовки, хотя, ну, не знаю, там несколько месяцев, месяца 4, может, даже чуть больше, там вообще была тишина именно по направлению от шахты Бутовки. Пытались они оттуда штурмовать. Ну, это их стратегия постоянно щупать, где можно развивать дальше успех. Ну, тот бой, да, действительно, он порядка 10 часов был, все отбили, действительно, ну, там, потери у нас были минимальные, хотя, ну, как об этом можно говорить, да, любая потеря, это для нас потеря. Они понесли серьезную, там, порядка 6 единиц бронированной техники, в том бою, скажем так, было уничтожено, ну, и личным составом порядка, там, 40-45 человек. Виталий, а вот, кстати, о потерях в рядах оккупантов, именно на вашем направлении, и, может быть, есть какая-то такая общая цифра, мы часто об этом говорим, что они всячески замалчивают, скрывают, подделывают эту статистику, но даже в их рядах этих российских преступников уже возмущаются, в частности, военный преступник и чекист Стрелков накануне возмущался, вот, из-за этой тактики мясных штурмов российского командования 1-го армейского корпуса, вот, как раз на Авдеевском направлении, мол, это приводит к колоссальным потерям наступающей стороны, то есть российской, имеется в виду, и мы знаем, и это подтверждает западные разведки, что на Бахмутском направлении, вот, в таких мясных штурмах, потери российских оккупантов составили 100 тысяч человек, вот, какой результат потерь на вашем направлении, учитывая, что уже полтора года российские оккупанты штурмуют Авдеевку, пытаясь захватить неприступный вот этот укрепрайон, а продвижения у них нет? Ну, в среднем, понятно, там, чуть активнее, и когда фаза начинается, то потери с их стороны больше, чуть немножко, там, скажем так, попускают активность их, да, то потери меньше. Ну, в среднем 100-150 человек, ну, практически каждый день они теряют по нашему направлению. Понятно, что бывали случаи, когда и 200, и 240 было максимально, я помню, цифру, за сутки 240 человек по нашему направлению положили они там своего личного состава. Ну, про какую-то конкретную цифру за эти полтора года, честно говоря, даже не задавались никогда целью подсчитать ее. Ну, теоретически, наверное, это возможно сделать, но я не думаю, что это меньше, там, чем тысяч, там, не знаю, 40-50, я думаю, не меньше, по-вашему направлению. Ну, в среднем, да, если вот с такой динамикой потерь, как вы сейчас сказали, получается порядка даже 60 тысяч где-то вот так вот. Ну, я думаю, что потом уже после нашей победы эти цифры прозвучат. Я, знаете, хотел спросить вас, мы постоянно показываем сейчас кадры разрушенной Авдеевки, в частности, показывали, я так понимаю, один из стадионов, спортивных комплексов, от которого ничего не осталось. Это жилые дома, да, одни руины, что тут скажешь. Расскажите, потому что, ну, поражает то, что там еще по-прежнему, мы знаем, находятся гражданские, а накануне вывезли двух жителей. Это тоже результаты достижения. Слава Богу, что спасли эти жизни. Что сейчас с гражданским населением, сколько людей по-прежнему там остается, если дети среди них? Ну, эвакуация, это, знаете, наверное, самая больная тема для нас, потому что, к сожалению, люди едут очень неактивно, очень с большим, даже, я бы сказал, не то, что нежеланием, а с большим упорством, не хотят ехать. Эти два гражданских, о которых вы сейчас упомянули, которые выехали на эвакуацию, да, их жизни спасли, хотя они согласились на эвакуацию после того, когда, ну, там эвакуировали одну женщину и мужчину. У женщины днем ранее погиб муж. То есть это сотрудник нашей военной администрации, она работала в одном из наших структурных подразделений. Муж не хотел выезжать, она сидела с ним, и вот после того, когда он погиб в своем доме в старой части города, находясь просто, сидел в доме, в кресле, и так и умер, погиб, она согласилась на эвакуацию. Знаете, и, ну, вот, такой, я не знаю, как правильно даже назвать, какой-то, ну, сарказм, не сарказм, юмор, не юмор, опять же, это все в кавычках, понятное дело, но вот среди нас, вот мы между собой уже говорим, когда люди спрашивают, там, волонтеры приезжают, или какие-то международники приезжают, спрашивают по поводу эвакуации, там, как люди едут. Я говорю, ну, к сожалению, в большей степени люди из города выезжают или двухсотыми, или трехсотыми, да, к сожалению, люди, которые или ранены, или погибшие. Так они в большей степени сейчас из города выезжают. Практически нет таких суток, очень редко бывает, что у нас нет раненых или погибших, не дай Боже, но тем не менее. По факту сейчас остается 1709 человек в городе. К сожалению, мальчика мы до сих пор не нашли, более трех месяцев родители не на связи, родители вообще не попадаются на глаза. Ну, неофициальная даже версия уже такая, среди нас тоже как бы-то есть. Возможно, они где-то в старой части уже и погибли, потому что больше трех месяцев они не выходят на связь, не приходят за гуманитарной помощью, за них ее никто не получает. То есть и в городе, ну, ребенка, понятное дело, мать никто не видит. То есть, ну, рано или поздно все равно кто бы, ну, где-нибудь бы на глаза попался. Человек, ну, ее нет. И, к сожалению, и такие уже, повторюсь, неофициальные версии тоже уже есть. Ну, надеемся, что мальчик живой, что мы его найдем и все-таки эвакуируем, потому что, ну, вот эта школа, которую вы сейчас показываете, да, это одна из лучших школ, не побоюсь этого слова, не только Донецкой области, а и Украины. Это проект большое строительство. Литовская сторона, республика, принимала участие, порядка миллиона евро вложила в нашу школу. Это была мега-современная, ультра-современная школа, которую, ну, просто разрушили. Да. Вот теперь мы видим, да, то, что осталось от этого учебного заведения. Верим, верим в поддержку наших западных союзников, верим, что все будет восстановлено. Конечно же, после нашей победы, в которой мы не сомневаемся. Спасибо, Виталий, вам за этот разговор. Спасибо за вашу работу, вам и вашим коллегам. Спасибо. Виталий Барабаш был в нашем эфире, начальник Агейской городской военной администрации. Всего хорошего.